Делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Делимся успехами самарских инновационных проектов. Каждый год в конце лета в Самаре выпадают самые творческие осадки в мире. Это я про фестиваль пластилиновой дожди говорю. В шестой раз наш город принимает почетных гостей со всего мира. Франция, Аргентина, Чили, Австралия, Испания. И это далеко не весь список тех стран, артисты которых приехали показать свои успехи в уличном искусстве. Два дня в Сруковском саду в буквальном смысле стояли на ушах. Пели и танцевали, говорили и показывали, угощали и удивляли. Ваши фото с хэштегом «Пластилиновый дождь 2016» уже на экране. Такое ощущение, что здесь была вся Самара. Это событие нельзя было пропустить. Но если вы по каким-то неведомым мне причинам не смогли окунуться в творческую атмосферу фестиваля, смотрите и завидуйте. Это было невероятно, смело, ярко, волшебно и завораживающе. Самарские изобретатели Разработкой самарских изобретателей заинтересовались в Министерстве обороны. В прошлом году в рамках федерального акселератора технологических стартапов Generation S были представлены несколько проектов аэрокосмического направления. Проект самарца Дениса Будаева высоко оценили эксперты, инвесторы и члены жюри. Денис разрабатывает интеллектуальные системы управления группами беспилотных летательных аппаратов. В ходе работы всего лишь один оператор командует целой группой беспилотников, которые также могут работать и автономно. Такую систему легко можно использовать как в ходе сельскохозяйственных работ, так и в поисково-спасательных операциях. К примеру, беспилотники могут обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, участвовать в разведке и исследовании местности, а также с легкостью смогут развернуть сеть связи над определенным участком. В начале сентября авторы проекта поедут в Москву на международный военно-технический форум «Армия-2016», где презентуют свою инновацию. Пожелаем самарцам удачи! На днях мир отметил славную дату. 25 лет назад, 23 августа 1991 года, состоялся публичный запуск первого интернет-браузера. Он не умел работать с компьютерной графикой и отображал лишь буквы и цифры, но позволял просматривать страницы и обновлять их. Создателем первого браузера был британец Тимоти Бернерс Ли, младший научный сотрудник Европейского центра ядерных исследований. Изначально всемирная паутина World Wide Web разрабатывалась исключительно для нужд исследовательского центра. Бернерс Ли придумал все то, что сейчас является основополагающими элементами всемирной паутины. Протокол передачи данных, язык гипертекстовой разметки и универсальный локатор. На первом в мире интернет-сайте рассказывалось, как получить доступ к документам, размещенным другими пользователями, и как создать собственный сервер. Так было положено начало глобальной сети, той самой всемирной паутине. Ну а, собственно, днем рождения именно интернета считается 29 октября 1969 года. Тогда аспиранту Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось передать текст на удаленный компьютер Стэнфордского университета. Расстояние между компьютерами составило 640 километров. А тем временем в китайской провинции Шаньдун полиция арестовала мужчину, который пытался сломать интернет и разрушал оборудование местного провайдера. Как выяснилось позже, китаец не хотел, чтобы видеоролик с корпоративом, где он смешно танцует, попал в сеть. Опасаясь насмешек, китаец принял решение сломать интернет. Мужчина начал уничтожать оптоволоконные линии связи. Местные власти оценили ущерб от его действий в 15 тысяч долларов. Судя по всему, волнения мужчин оказались напрасными. Местным полицейским не удалось найти в сети ролики с его участием. Британские СМИ назвали россиянку Ангелину Николау, увлекающуюся руфингом, автором самых опасных в мире селфи. В инстаграм-аккаунте девушки несколько сотен фотографий и видео. Большинство из них сделаны на опасной высоте. В одиночку и с друзьями Ангелина фотографируется на краю крыш домов, на мостах и небоскребах в разных странах. У девушки 300 тысяч подписчиков и под каждым снимком ежедневно разгораются нешуточные бои. Кто-то восхищается смелостью россиянки, кто-то приглашает прогуляться по крыше, но большинство все же призывают к разуму, любительницу высоты. Мы, в свою очередь, также настоятельно рекомендуем не повторять подвигов девушки и гулять в безопасных местах, к примеру, по Самарской набережной. Часто ли вам приходилось наблюдать за тем, как ваши друзья или коллеги фотографируют свою еду и выкладывают ее в социальные сети, а сами хоть раз хвалились испеченным кексиком или горой ароматных раков или маминой пирожками? Наверняка такое бывало. Что ж тут стесняться? Так вот, есть на Земле люди, которые каким-то невиданным образом и не без помощи нейросетей посчитали и назвали самую популярную еду в интернете. В ходе исследования было проанализировано 9 миллионов фотографий блюд пользователей, в основном из Москвы, Нью-Йорка и Берлина. Итак, какие будут варианты? Ладно, не буду вас томить, это гамбургер. Да-да, именно бургеры сегодня самая популярная еда в Инстаграме. По Москве второе место заняли фотографии пиццы, третье – суши. В десятку самых фотографируемых в столице России блюд также вошли стейки, мороженое, арбузы, торты и тирамису. Приятного аппетита! А вы, Ноктюрн, сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Хотя нет, подождите, не так. А техно вы сыграть смогли бы на связке пластиковых труб? Перефразируя Маяковского, расскажу про уличного музыканта из Австралии по имени Джейк. А лучше – покажу. Уличный артист представил публике новый музыкальный инструмент собственной сборки. Из пластиковых канализационных труб. Вместо барабанных палочек – подошвы пляжных шлепанцев. А вам слабо? Житель Ирландии Джулиан Чекли разработал и сконструировал полную копию супергеройского облачения Бэтмена. Изобретение попало в Книгу рекордов Гиннеса, как косплеерский костюм с наибольшим количеством функционирующих гаджетов. Ролик с презентацией был опубликован на официальном YouTube-канале Книги рекордов. Всего в костюме Ирландца 23 различных устройства. Среди них работающие дымовые шашки, бэт-сюрикены, ультразвуковой отпугиватель собак и магнитный маячок в виде летучей мыши. Чекли отметил, что сам костюм он распечатал на 3D-принтере. И вообще, это его давняя детская мечта. Так что дерзайте, друзья. На самом деле я Бэтмен! На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Если хотите стать героем программы, пишите нам. А лучше присылайте интересные фото и видео на нашу почту. Адрес вы видите на экране. Ищите телеканал Самарагис на просторах интернета. Наш сайт, твиттер, инстаграм, группу ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!